Всем привет, с вами Игорь и сегодня в этом видео мы с вами разберемся по пунктах почему же все-таки лучше сделать тепловой насос самодельный, самому его собрать, почему это будет и дешевле, и эффективнее, и целесообразнее. Ну, кто смотрит мой канал давно, тот знает, что у меня есть много видео по тепловому насосу, и все эти видео, их цель направлена на то, чтобы рассказывать людям, показывать свой опыт сборки, эксплуатации теплового насоса, я там всячески такие видео снимаю, есть у меня серия видео, кто первый раз смотрит, да, серия видео, как самому сделать тепловой насос, там 9 частей, я довольно подробно останавливаюсь на каждой детали теплового насоса, их там немного довольно, и объясняю, как я это сам собирал, как это все сделать, это тут ничего сложного нет абсолютно, и тепловой насос, он просто как кирпич, это просто так кажется, в начале, что это что-то сложное такое, это нереально сделать, не, на самом деле он очень прост, эффективен, вот, и есть смысл его делать самому, я их не продаю и не собираюсь продавать, моя цель научить людей самими им делать, вот, самими его обслуживать, настраивать и пользоваться, вот, это вот будет намного лучше и правильнее, чем делать, продавать эти тепловые насосы, вот, и почему, я сейчас объясню, во-первых, первая причина, почему вы сделаете сами, лучше сделать самому, это то, что он вам выйдет в разы дешевле, в разы дешевле, за, например, заводской тепловой насос, даже если взять такой, как у меня, тепловой насос, точно такой заводской, ну, украинские там есть такие, они такие, довольно кустарного производства, ну, тем не менее, будем считать, что они заводские, то он уже стоит два раза больше даже, чем два раза, чем обошелся мне мой по материалам, это даже со скважинами, инструментом, который сейчас мне не нужен, в принципе, целым баллоном фреона, там его еще осталось, и то вышло в два раза дешевле, представьте себе, в два раза, а если брать, там, какие-то, такие крутые производители, европейских или японских, то там, вообще, цена измеряется уже даже не сотнями, а тысячами долларов на этот тепловой насос, хотя, там, так, открыть этот ящик тепловой насоса, посмотреть, там, ничего особенного вообще нет, там, компрессор стоит, например, спиральный, вот, два теплообменника, проточных, вот, этих, вот, пластинчатых, я потом расскажу, почему они мне не нравятся, такие теплообменники, ну, там, какие-то медные трубки и все такое, ну, и контроллер, вот, компьютер, который управляет ими, все этой установкой, все, там, больше ничего нет, ну, может, еще быть, там, два циркуляционника, вот, уже, внутри, только, там, выход на наружный контур и внутренний, два, четыре выхода будет, в этом ящик, все, там, больше ничего нет, вот, ну, там, такие, правят деньги за это, ну, я не знаю, за что, там, такие, брать деньги, ну, это, вообще, вот, ну, это, первая причина, почему, лучше, что он выйдет намного, намного, еще раз повторяю, в разы, прямо в разы, дешевле заводского, вторая причина, надо понимать, что тепловой насос, это чисто индивидуальная установка, это не телевизор, там, или не электрочайник, что, там, ему резетка, теке, надо, включил ее, и она работает, нет, тепловой насос очень сильно зависит от многих внешних факторов вашей местности, именно вашей, это, например, там, глубина залегания воды, дебет вашей скважины, или, если грунтовый, какой у вас грунт, тип грунта, песчаный, глинистый, ну, там, это зависит, теплоотдача этого грунта, от этого, вот, глубина залегания грунтовых, вот, температура средняя за зиму, например, если это воздушный тепловой насос, да, то тоже вы хотите, это тоже, вот, это много чего зависит, поэтому вы должны сами определиться, сначала, самое первое, какой тип теплового насоса, то есть, откуда вы будете брать тепло, вот, в вашем, вот, именно в ваших обстоятельствах, в вашем регионе, в вашей местности, вот, индивидуально, откуда будет лучше всего, лучше, более целесообразно, забирать это тепло, с воздуха, воды, земли, речки, там, что у вас там есть, какого, любого источника, в котором вы собираетесь, забирать тепло, вот, это вы должны решить, вот, если, например, вы живете, там, Грузия, Крым, Юг Украины, Кавказ, то там, да, там, можно даже и не заморачиваться, два кондиционера, купили или три, поставили, там, ну, только надо смотреть, чтобы там были они более адаптированы к работе на отопление, так, зимний комплект и все такое, о, и все, и оно будет вам прекрасно работать, там, мягкие зимы, даже уже сейчас и в Центральной Украине, вот, у нас до сих пор еще сильных и морозов и не было, таких, за эту зиму, вот, если там севернее вы живете, то тут уже надо, конечно, грунтовый, какой-то водяной, там, скважины брать тепло и все такое, вот, надо смотреть именно по вашим обстоятельствам, даже если сделать, вот, такой точно тепловой насос, как у меня собрать, вот, точно такой, да, вот, все будет деталь в деталь, копия, можно сказать, то у вас уже, в ваших условиях, он будет не так работать, я не говорю, что он будет хуже работать или лучше, он просто будет не так, он может быть и хуже, а может быть и лучше, все зависит от ваших условий, если, например, у вас температура воды в скважине будет другая, все, уже поменяется, там, температура испарения, все, там, коп изменится, все такое, уже не так будет как у меня, если глубже вода, чем у меня, тоже коп изменится уже там, ну короче много-много таких вот факторов, которые влияют на работу теплового насоса, это не закрытая установка, это установка, которая непосредственно взаимодействует с окружающей средой, вот вашей там воздухом, водой, землей и все это надо учитывать, и его работа этой установки будет полностью зависеть от этих факторов и самодельная вот именно установка, она позволяет сборка, позволяет адаптировать ваш тепловой насос максимально под ваши индивидуальные условия вашей местности, вот когда вы будете сами собирать, вы сделаете именно так, что он сможет максимально эффективно работать именно в ваших условиях, вы это все так сами сможете рассчитать и определить, ну что заводские они, ну они не делаются под регионы какие-то, да, они делаются все стандартные, там есть линейка какая-то, только по мощности отличается, а так-то там идет все стандартное, есть какой-то диапазон, конечно, регулировки, все такое, но если вы ее соберете сами, он у вас будет самый лучший, бывали даже случаи, что покупали люди заводские тепловые насосы, и у них не было там обслуживания, вот, или какой-то гарантийный ремонт там поломалось, а что-то, ну что там человек будет лезть, он не понимает, что там делается, да, вот, что он позвонил, там, ждите, у нас такой детали нет наличия, там будет через три месяца, а сейчас зима, что ждите, человек надеялся на это все, а в случае самодельной установки, вы знаете, как оно сделано, как оно работает, вы ее можете в любой момент поремонтировать, настроить, усовершенствовать, перенастроить, что-то добавить, там, ну, ну, короче, поле деятельности с самоделкой, это вот так, вот, и в этом я вижу большой смысл, например, если сравнивать с панелями солнечными, раньше, да, вроде бы клеили эти панели, там, покупали эти элементы, да, это было выгодно, потому что они раньше были очень дорогие, и то, какие они получались, если честно сказать, ну, это совсем не то, вот, с ветряком тоже, тут лучше заводской, ну, самодельный ветряк, это, это еще гемор тот, а вот тепловой насос, я однозначно только за самоделку, только за самодельный тепловой насос, это будет и эффективно, и дешево, и целесообразно, вот, именно вот для ваших, ваших данных условий, вот, поэтому я всегда, вот, я же говорю, даже мой контент показывает, я тепловые насосы не продаю, не делаю их под заказ и не собираюсь сделать, вот, даже мне это пропозиции такие поступали, но, я же говорю, моя цель это учить людей просвещать, как его сделать, как его настроить, как его запустить, собрать там все, и все мои видео на это именно направлены, потому что это будет намного более эффективно, если вы его соберете сами и будете знать, как оно работает, там, настроить все, 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 вот это будет намного, намного лучше, вот, ну, вот, я такие вот причины осветил, да, вот, первый вывод, еще можно в конце такой сделать, то, что у вас будет эта установка, намного дешевле вам обойдется, это в разы дешевле, это по деньгах, ну, просто даже не сравнить, во-вторых, ваша установка будет работать максимально эффективно, потому что она будет адаптирована, приспособлена именно под ваши индивидуальные условия работы, именно под ваши, под вашу местность, под вашу температуру окружающей среды, там, все такое, ну, это будет ваш именно тепловой насос, и вы сможете всегда его поремонтировать, как я уже сказал, да, перенастроить, добавить что-то, отнять, а, еще я хотел сказать, почему же мне не нравятся вот эти вот пластинчатые заводские теплообменники, вот, во-первых, они дорогие, они, по сравнению, ну, труба в трубе, как у меня, да, это самый дешевый вариант, просто полиэтиленовая труба, медная в ней, трубу в трубу просовываете, скручиваете кольцами, и все, очень просто, вот эти вот заводские медно паянные или с нержавейки, теплообменники, они, во-первых, они очень сильно боятся разморозки, то есть, если у вас что-то там с насосом случится, или перестанет бежать вода, вот, и у вас еще нет контроллера, как у меня, например, то этот теплообменник замерзнет буквально за несколько минут полностью, его разорвет, и он уже не подлежит никакому ремонту, только выбрось его, вот, то есть, это такая вещь. Во-вторых, даже если он не размерзнется, если у вас вода не чистая идет со скважины, например, там, или какого-то там с речки, или что, вот, то к нему еще надо какая-то подготовка, очистка воды, потому что там такие каналы, ну, фреон и вода, да, они там через тонкие такие, тонкие канальчики внутри него, и он может очень сильно засориться, очень быстро при том засориться, если вода, вот, например, у меня вода железная, если взять эти все трубы разобрать сейчас, там будет нормальный такой налет слизи на стенках, пластмассовый трубопылитель, нормальный такой довольно налет слизи, вот, и вот эта слизь, она может и забивать тоже этот пластинчатый теплообменник, так как там очень тонкие каналы, я не знаю, даже можно ли его будет потом промыть, а забиться он может быть, ну, смотря, конечно, какая вода со скважины, но он может забиться даже за один сезон, вот, сначала у него уменьшится теплообмен, вот, там, и все такое, а потом он вообще перестанет пропускать воду, и можно ли ее промыть, я же говорю, это будет большущая проблема, вот, единственный плюс этих теплообменников пластинчатых, то, что они компактные, вот, их можно вместить в любой ящичек, он такой небольшой, там толщина, все, 4, 2 входа, выход, вход и выход на фреон, вход и выход на воду, вот, и там при таких маленьких размерах, он довольно мощный, там он может киловатт и целые 10 киловатт, 5, 6, 10 киловатт тепла передавать через себя, вот, но это единственный плюс этих пластинчатых теплообменников, там дальше начинаются одни минусы, это и цена, я, как я уже сказал, в боязни вот этой разморозки, что он может забиться, ну, для самодельщика лучше всего это труба в трубе, труба в трубе, это самый оптимальный вариант, компрессор вы тоже можете подобрать под свои условия, какой вам нравится, не нравится вам там спиральный компрессор, потому что он дорогой, он три раза дороже, например, за обычный кондиционер, ну, если новые брать, вы себе сделаете, там, поставьте кондиционерный, он будет дешевле, ну, немного будет меньше коэффициент эффективности, там процентов на 20-25, где-то будет меньше коэффициент эффективности, но это тоже все от вашего выбора зависит, кто-то ставит спиральные компрессора, кто-то кондиционерные, кому какой нравится, и бывает у человека есть какой-то разобранный кондиционер валяется, там что-то поломалось, он все, вот, и он пишет, можно, можно ли собрать с ним тепловой насос, конечно, можно, если у вас уже есть хороший рабочий компрессор, какую-то медь можно вытянуть, можно даже теплообменники как-то использовать, вот кондиционера, если они по мощности все подходит, там, ну, это все можно использовать, вот это тоже плюс самоделки, что можно вот использовать кондиционеры под разборку, и тоже из них что-то брать, многие детали, вот, ну, вот, осветил я вот такие основные причины, почему все-таки лучше, намного лучше, оправданно, целесообразно, эффективно и выгодно даже по деньгах собирать самому эти тепловые насосы, вот, и я всячески в своем контенте поощряю людей это делать, собирать самому, вы будете знать, как он устроен, как он сделан, сможет ее всегда поремонтировать, вот, без проблем, я же говорю, перенастроить, добавить что-то там, усовершенствовать, это будет все в ваших руках, это не заводской тепловой насос, совсем не заводской, вот, а работать он будет тоже так же самое эффективно, как и заводской, вот, а может быть даже и более эффективней, вот, ну, что бывали случаи, что, я же говорю, приехали, поставили просто той тепловой насос, как-то там включили его, вот, может там надо была регулировка, они там и сами могут не понимать даже, эти инсталляторы, установщики, вот, ну вот как-то так, если что-то непонятно, что-то забыл, спрашивайте в комментариях, вот, еще планирую я много видео делать по самостоятельной вот сборке, вот именно по техническим процессам, вот, физическим, которые происходят в тепловом насосе, так сказать, рассказывать и по деталям там тепловых насосов, как это все собрать самому лучше, из чего лучше, вот, запланировано, у меня много таких видосиков, ладненько, всем пока, до следующих видео.